Доброго пожаловать на ACI 5, занятие 4, 28 сентября 2014 в Москве, и привет Киеву тоже, у нас есть здесь новые люди, поэтому приветствуем вас в нашем клубе. Я надеюсь, что вы друзьям своим расскажете, что здесь происходило, ваши друзья вам расскажут, чем мы здесь занимаемся, для того, чтобы мы это не повторяли сейчас. Много хороших семян должно быть у вас, для того, чтобы быть в этом классе, в этой группе. И с точки зрения организатора всегда есть некая точка баланса, когда, с одной стороны, вы хотите, чтобы люди участвовали как можно больше в этом процессе. С другой стороны, вы не хотите напугать людей, потому что некоторые из концепций, которые мы разбираем, довольно-таки дикие. Даже дикие слова не совсем правильно, не совсем подходят. Мы говорим о том, что они очень глубокие. И каждый последующий курс, он является надстройкой предыдущего. Помню, что когда Геша Майкл проводил эти курсы в первый раз, в 93-94 году, мне кажется, что на первом, втором курсе было два-три человека. Это было на кухне, дома у кого-то. Но когда уже дошли до десятого и одиннадцатого курса, то есть это годный мастера Шантидева в жизни, гид мастера Шантидевы по жизни бодхисаттвы, и вдруг уже появилось на этих лекциях сто человек. То есть они же откуда-то взялись, все эти люди. Я хотел также это сказать Игоре, что мы позволяем людям присоединяться. Но также есть некое обращение к тем, кто уже давно это изучает. Пожалуйста, общайтесь со своими друзьями и объясняйте им, если что-то для них не ясно. Потому что так же, как и в йога-асанах, то, что мы не хотим, чтобы произошло, то есть это такая ситуация, когда кто-то что-то услышал, и это их оттолкнуло, и они полностью отказались от изучения в будущем этого учения. Потому что, если человек отказывается от того, что он услышал, то это, прежде всего, плохо для самого студента, ученика. Поэтому, если мы говорим о йоге, то вначале пусть ваши занятия будут мягкими, если вы преподаете йогу. Вспомните о своем первом классе, занятии. И затем последняя история из Лос-Анджелеса от Ламы Мару. Они обучали седьмому ACI, это обеты бодхисаттвы. То есть взять на себя обязательства следовать неким обетам и жить в соответствии с ними, это большая ответственность. И в тот день, когда они проводили эту церемонию обетов, это происходило после обучения семьи ACI, то есть они обучались практически два-три года, объясняя эти обеты. В этот день мужчина с улицы зашел туда, послушал то, что они собираются делать, и сказал, я тоже хочу взять обеты бодхисаттвы. И они приняли его. И он прошел через все дальнейшие курсы, стал очень хорошим учеником, студентом. Вы не знаете, какая карма у тех людей, которые попадают в класс. И сегодня я об этом размышляю особенно много, потому что четвертое и пятое занятие пятого ACI это для меня некая важная точка из всех восемнадцати курсов ACI. И я очень рад, что вы здесь все. Начинаем с молитвов. Начинаем с молитвов. Растковный. Растковный. Песня. Песня. Растковный. Магия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если вы хороший буддист, тогда вы логически уже понимаете, знаете, что вы не можете знать, существует это или нет, может такое быть или нет. Потому что, фактически, я, к примеру, вам не могу показать это, поэтому, как я ранее уже много раз говорил, вы не должны в это верить, но, пожалуйста, также и не отвергайте это, потому что это будет тем же самым, как будто вы в это не верите. Потому что, когда я говорю слово буддизм, я всегда ставлю его лобки по-украински. This is why we're here. This is what we want to do. So, you invite us to check. How it feels when you are in nirvana. Is that a question? Yes, sort of. Well, you have no more negative emotions, no more negative thoughts. То есть больше нет негативных эмоций, мыслей. Which then, and it's an intro to the classic, I mean, how is that ever possible? Like, I was like, sounds good. То, что я сейчас буду говорить, это, по сути, является вводным. А как это ощущается, когда в этом состоянии nirvana? Потому что, когда вы размышляете над этим, с одной стороны, вы думаете, что это очень здорово, с другой стороны, некое отчаяние появляется. Смогу ли я когда-либо это ощутить? Если у вас хорошее обучение, хорошая тренировка. А это под собой подразумевает, что вы делаете домашки, контрольные. Медитируете каждый день? Медитируете каждый день? Также ведете дню ник? Вы понимаете, что когда вопрос возникает в вашем сознании, Возникает вопрос, как же я этого достигну? Что в моем сознании я даже себе представить не могу, когда я это сделаю или как это будет. Я все еще отвечаю на твой вопрос. Тогда мой ум автоматически, если он хорошо обучен и напрактикован, он автоматически направляется к ручке. Некоторые люди не слышали, а ручки поэтому повторюсь. Если маленькая собачка, маленький милый щенок прибежит сюда и я поверяю ручкой перед ним, что собачка сделает? Чем это будет являться для собаки? Вжевательная игрушка. Кто прав? Кто прав? Оба. Пауз. Пауз. Перерыв. Сейчас на этом сделаем. Пауза. Иногда, когда мы в туре ездим, собственно говоря, с ретритами, некоторые люди слышат об этом по несколько раз. Они говорят, я уже понимаю ручку, что-нибудь еще расскажите. Я начинаю нервничать сразу же. Скорее всего, этот человек вообще ничего не понял. Потому что я абсолютно искренне вам сейчас говорю, что это и есть разрешение любых ваших проблем. Почему? Почему? Потому что вы только что приняли, согласились с тем, что один объект одновременно является двумя совершенно разными вещами. Это же странно. Это очень странно. Что же тогда произойдет, если мы оставим ручку здесь, и я как человек и собака выйдем отсюда? Что остается в комнате, когда здесь нет ни собаки, ни человека? Антон дал универсальный ответ на этот вопрос. Он немножко устал, поэтому его руки сейчас... Обычно люди вот так вот плечами делают. Это правильный ответ, потому что вы не можете сказать, что там. А еще один ответ, который вы можете дать, это ничто. Когда собака возвращается, то чем становится этот предмет? Становится жевательной игрушкой. А чем это становится для человека, если он заходит сюда? Тогда следующий вопрос. Чем же это является в конечном итоге? Таким образом, это определение приходит к нам от предмета? Либо же наоборот, оно приходит от нас? Вы можете подвергать руками, чтобы показать мне. Должно, безусловно, идти от нас. А это ведет к еще одному очень важному философскому вопросу. Если это правда, а это правда, что это определение приходит от нас, тогда могу ли я захотеть, чтобы это было чем-то другим? Могу ли я позитивно думать о том, что это станет бриллиантом? Потому что я же уже принял для себя, что то, что это ручка, это исходит из меня. Пожалуйста, не сдавайте, сейчас закройте глаза, и мы все вместе это проделаем. Подумайте о том, что это станет бриллиантом. Если мы сможем вместе превратить это в бриллиант, обещаю, что разденем с вами выгоду. Денежку. Переводчик немножечко больше остальных получит. Снова не вышло. Является ли это шуткой? Немного, но мы каждый день это проделываем. Надеюсь, что моя работа начнет приносить мне больше денег. Бриллиант, бриллиант, бриллиант. Надеюсь, что мой партнер будет более приятным ко мне завтра. Надеюсь, что выздоровлю уже через неделю. И так далее. Таким образом, именно так это не работает. То есть, в данном случае я вам показываю очевидное противоречие. То есть, мы говорим, что предметы в этом мире, они происходят из нас, исходят из нас. Мы также говорим о том, что в моменте мы не можем их изменить. И поэтому важный вопрос, как я могу это изменить, как я могу это знание использовать в своей жизни. Потому что здесь мы сейчас сидим не по каким-то философским причинам. Мы хотим изменить свою жизнь к лучшему. А это ведет нас к этому классу, к этому курсу о карме. Либо же, если мы будем использовать более подходящее слово к ментальным сигналам. Потому что слово карма столько раз неправильно использовалось, что уже какая-то очень странная аура и значение у него. Для того, чтобы создать что-то в своей жизни, то, что нужно сделать. Есть у нас деньги, мне нужны деньги. Не просто сто рублей. Наше сознание, наш ум очень подобен этой красной видеокамере прекрасной. Спасибо, Люба. Она записывает все, что вы делаете. И вы об этом знаете. Вы знаете об этом. То, что хорошо в этом, это что наше сознание записывает не только визуальную картинку. То есть эта видеокамера, она записывает видео, а также звук. Но, к примеру, также записывает и мой акт даваяния. То есть Диме нужны деньги, к примеру. И как много людей... Он готов. Он готов. Как много людей, если мы рассчитываем, что нет аудитории, как много людей видят, что происходит? Дима. 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 Картинка. Звук. Но самое главное... Ваша мотивация. Ваше мышление. Ваши эмоции. Вы записываете. Вы записываете их. Когда я отпускаю, то семя посажено. Семя давания. Семя остается в вашем сознании. И это то, о чем сегодняшние два занятия. Более детально. В том формате, как это обсуждают тибетские монахи тысячи лет. Это семя, это действие остается вашим подсознательным. И продолжает расти. Мы говорим, что семя удваивается каждые 24 часа. Так же, как и дерево на улице, во дворе. То есть, семя березы. Береза. Береза, exactly. Семя супермаленькая. А дерево весит, ну, как минимум, тонну. То же самое происходит и с ментальными семенами. Это даже еще более мощный процесс. Более мощный пример того, как невероятно врастает семя. Конституция США. Четыре или пять человек засели за стол. И обсудили, Джордж Вашингтон должен быть королем. Первым королем США. Либо же страна должна быть республикой демократии. Это идея. А теперь это одна из самых больших стран в мире. Администрация в мире. Бюрократия. Еще одна идея. Карл Маркс. Карл Маркс. Коммунизм. Коммунизм. Это ментальное семя. Это идея, которая разрослась невероятно. И повлияла на сто тысяч миллионов, миллиардов людей. Конечно же, ментальные семена растут. То, о чем мы говорим на последних трех занятиях. То, что мы повторяем. Мы начали говорить о том, какой дневник мы используем. О какие книги мы используем. Трактаты. Это важно для того, чтобы вы понимали, что это не что-то, что придумал Питер во время того, как он ехал в метро. И это не то, что выдумал Геша Майкл какое-то время назад. Это идея, которая передается через поколения по определенной линии. И то, что передается от человека человеку уже две с половиной тысячи лет подряд. Почему это важно? Возможно, сейчас вам вообще все равно. Но когда вы будете продолжать двигаться вперед, в какой-то точке к вам придет осознание, что если люди продолжают передавать это уже две с половиной тысячи лет. Единственная причина, по которой поколение за поколением за поколением это продолжают делать, это происходит по той причине, что это сработало для них. Это принесло в их жизнь определенные хорошие результаты. Иначе эта линия прервалась бы. Потому что было бы сумасшествием заниматься это по какой-либо другой причине. На первом занятии мы говорили о трактате Абидама Коша. Мы говорили о том, кто написал этот трактат Мастер Васубандху. Что слова в названии означают? Затем, на следующем занятии мы определили значение слова карма как движение вашего сознания. Вчера мы также говорили о том, что такое хорошая карма, что такое плохая карма. Очень красивое определение. Без осуждения или критики. Хорошая карма – это хороший поступок, который ведет к хорошему результату для вас, для себя. Плохая карма – это действие, которое ведет к плохому результату для тебя, для себя. Это очень ясное определение, очень четкое определение. Когда я рос в Австрии, в окружении католиков, я все время слышал о десяти заповедях «не убей» и остальные. И, с одной стороны, безусловно, у меня не было тенденции убивать, воровать, но, с другой стороны, я не понимал. Но, если это правда, что, к примеру, у Димы есть что-то, что я хочу, что-то, что сделает меня более счастливым, когда я это возьму. И я, к примеру, был бы сильнее, чем он. И быстрее его, к примеру, был бы тоже. Допустим, я забираю это у него, а никто не видит. Он даже об этом не узнает. «Почему мне тогда не забрать в этом случае у него то, что у него было?» Я верю, что это мотивация для каждой кражи, для каждого убийства, для каждого прелюбодейства, для каждой лжи. Безусловно, мы это делаем, потому что мы считаем, что это нечто хорошее. Безусловно, никто не хочет навредить сам себе. Потому что всегда есть какая-нибудь хорошая причина начать войну, иначе зачем ее начинать? Всегда такие процессы начинаются из невежества, из незнания, того, что такое карма. Что эта вещь, в ней есть сила, хорошее отношение, нефть, уважение, деньги, и так далее. Все это не происходит отсюда. Это происходит с другой стороны, от нас. Если вы это понимаете глубоко, то вы будете вести себя по-сумасшедшему, если будете вредить кому-то. Потому что это ведет к плохому результату для для нас. Для нас. Для нас. Безусловно, для вас. Для меня. Вчера мы говорили о десяти знаменитых хороших, плохих поступках. Кто еще говорил об этих поступках? Иисус говорил о них. Откуда происходят христианские десять заповедей? Откуда происходят христианские десять заповедей? Моисей был христианином? Не. Не. Поэтому, безусловно, конфликт между христианами и евреями невозможен. Потому что они говорят об одном и том же. Мне кажется, была определенная причина очевидная, почему Иисус говорил об этих десяти заповедях. Дальше Петр говорит, а кто еще говорил об этом? В нашей культуре об этом не совсем известно, но в хиндуизме, в индуизме, вообще слово индус, означает тот, кто хочет познать себя. Индуист, наверное, индуист, не индус. Индуист или йогическая традиция. У всех у них есть некая традиция о том, как следить за своей нравственностью. Восемь конечностей йоги, как будто как паук, который идет на восьми лапках. Первая конечность или первое основание — это асана. Очень важная. Очень важная. Но второй принцип, вторая конечность этого паука йоги — это моральность, нравственность. Индуизм, буддизм, христианство и все ответвления, они имеют одни и те же принципы. Следите за своей нравственностью. Защищайте жизнь. Уважайте чужую собственность. Уважайте отношения других людей. Говорите правдиво. Говорите так, чтобы соединять других людей. Пусть ваша речь будет мягкой. Теперь я, безусловно, обратился к буддийским топ десяти хорошим поступкам, но они все взаимосвязаны. Не пустословьте. Пусть у вашей речи будет смысл. Также три ментальных хороших поступка. Будьте рады тогда, когда другие люди получают то, чего они хотят. Очень сложно бывает. Это очень сложно. Да, вы тинейджер, подросток. И вы очень хотите, чтобы у вас был парень или девушка. А у ваших друзей уже есть парень или девушка, а у вас все еще нет. Если только вы не знаете все эти хорошие вещи в буддизме, то вы в любом случае будете чувствовать ревность, зависть. Если вы не знаете идеи пустоты, то вы будете завидовать. И Геша Майкл говорит о том, что вы не плохой человек, вы просто человек. И мы будем говорить об этом сегодня. Скоро уже. В рамках этого класса. О том, как раскрываются ментальные семена. Один из способов, как это происходит. Если вы ищете, хотите парня или девушку себе, вы сажаете правильные семена, то вы приближаетесь к своей цели. Один из способов, как вы этого достигаете, вы видите людей вокруг себя, имеющими то, что вы хотите. Один из признаков. Если же, наоборот, вы видите, что у кого-то нету парня или девушки, то вы не так близки, то есть вы не приближаетесь. Вы бы не увидели кого-то в отношениях, если вы не были бы близки к этим людям. Трагедия человеческого существа в том, что когда мы чувствуем ревность или зависть, мы переживаем эти чувства, потому что мы не понимаем это. Мы переживаем наши собственные чувства, которые скоро должны раскрыться, потому что мы скоро получим партнер. Таким образом, как вы можете знать, что парень или девушка приближаются уже к вашей жизни? В вашем мире, вдруг люди начинают получать то, что хотят. Вы видите, что они хотят того же, что и вы хотите, и они начинают получать это. Если вы хотите взаимоотношения или денег, то есть я выбираю как пример отношения, но это может быть что угодно. И вы видите, что у кого-то уже есть отношения, которые работают для них. Это довольно-таки редко бывает. Это суперсложно. Если вы уже прожили жизнь подольше, то вы знаете, что проживать хорошую жизнь – это довольно-таки сложная задача. Это сложно. Не думайте, что я какой-то другой. Это действительно сложно проживать хорошую жизнь. А говорят, что это последняя тренировка перед тем, как стать ангелом. И я вам скажу, что это очень жесткий тренинг, жесткое обучение. Сложно проживать человеческую жизнь. Много страдания. Одна из сложностей, одно из препятствий – это как раз ревность и зависть. И если вы видите, что у кого-то хорошее отношение, будьте рады за этих людей. Да, нет, он, кажется, у них срабатывает. Я очень рад за них. Если вы были бы сейчас в подростковом возрасте, могли бы ли вы также смотреть на эту ситуацию? Практически невозможно. Ну, бывает. Это просто пример. Гормоны в голову бьют, и сложно контролировать свое сознание, ум. Это просто пример. Не цепляйтесь за мои примеры. Для меня это было сложным с подросткового возраста. Потому что ум сходит с ума. Хочу что-то. Хочу ручку. Чужую. А вот теперь начинаем занятие четвертое. И, собственно говоря, этот класс будет о разных способах классификации кармы. Зачем мы это делаем? Потому что мы хотим обучиться тому, как сажать правильные семена для того, чтобы получить столько ручек, сколько мы можем только захотеть. Ручка – это метафора чего угодно, что вы можете захотеть. Один из простых способов классификации кармы – это в измерении времени. Когда к вам она возвращается? Есть три знаменитых способа классификации, и они все очень важны. Первое название на тибетском языке, я прошу вас повторить за мной. Тонг-гир-гиль-е. Прошу извинения за произношение. Работаю. Это карма, который вы увидите уже в этой жизни. Почему это так важно? Это основа тантры, тайных учений. Если вы можете сажать семена, которые созреют так быстро, что вы увидите результат уже в этой жизни, то это очень важно. Это очень важно.